Давай спросим его здесь сейчас, время 10, а его что-то нет нигде. Проезжая по микрорайону в час икс, внимательно вглядываемся в темноту в надежде увидеть хищника. Нашему главному гиду в этом рейде, охотинспектору Березняковского общества охотников, Евгению Каминскому постоянно поступают все новые сообщения о том, что опасного зверя видели то у одного, то у другого дома. А между тем по улицам неспешно шагают десятки местных жителей. Кто-то выгуливает собак, кто-то просто совершает вечерний променад. Они еще не знают, что произошло здесь буквально пару часов назад. Мы пошли гулять в сторону 23-го, где конечная 23-го, где трубы делают. Ну в общем недалеко от дороги мы отошли, с правой стороны у меня собак постоянно забегает в лес. Она залетела в лес, я прошла вперед и слышу возня. Здесь волк. Все, он меня увидел, ну видимо испугался, не знаю. Ну, короче, он за ней дальше не побежал. Я сначала встала, растерялась, думаю, то ли в лес прийти. Я так прошла, потом мы с ней как побежали в убратку и я сдала кросс. К счастью, ни лабрадор, ни сама Кристина не пострадали. Но от произошедшего были в шоковом состоянии. Понятно, что выйти из дома и говорить на камеру в такой момент просто невозможно. После уточнения всех обстоятельств продолжаем патрулировать местные улицы. И нас лесной зверь тоже не заставил себя долго ждать. Вот он. Практически свободно разгуливает у проезжей части. Не боится ни шума машин, ни светофар, ни человеческих голосов. Явно видны все черты именно хищника. Бесспорно. И то, что заявляют в группах ВКонтакте и прочие, пишут, что это не волк, что это собака. Волкособ. Кто что представляет, это однозначно волк, который представляет угрозу. Сейчас вот этот прибылой волчонок подрастет и все равно будет питаться легкой добычей, которая будет маленькие собачки, кошки и прочее. Это будет его первое питание. Ну и мы с вами не можем забыть тот факт, что в селе Кын было нападение волка на ребенка. Ребенок при этом погиб. С этим очень надо быть осторожным. Что делать дальше в такой ситуации, пока никто точно сказать не может. Полиция этим вопросом не занимается. Охотники, по сути, обезоружены в городской черте. А мнения жителей микрорайона между тем разделились. Одни считают, что хищника нужно устранить, другие жалеют, несмотря ни на что. Я не скажу, что он бедный и несчастный, раз он ходит и ищет себе жертву, правильно? Они же хищники. Ну, в любом случае, тут дети ходят маленькие, как бы, нужно защищать территорию. В любом случае, как бы, я за это. Надо убрать, наверное. Он сегодня здесь просто гуляет, ходит по мусоркам, потом начнет прыгать на кого-то, нападать. Зачем? Надо убирать. Ну, не просто так пришел, наверное. Кушать-то нечего. Лес вырубили. Надо сказать, что за последние несколько дней опасные хищники выходили на территорию микрорайона уже не раз и не два. Теперь они здесь постоянные гости. С каждым их появлением охотниками организуются и рейды. Не первый раз из соседнего Уссоля приезжает на них и ревхат Каримов. Но жители не дают даже выслеживать животное. Накануне буквально собственной грудью преградили путь в лес, пытаясь спасти молодого хищника. Полностью агрессируют. Приехал также госинспектор, на него агрессировали. А что говорят-то? Ну, ругаются матом. Говорят, пусть живет. Не нужно их трогать. На мой вопрос, когда я задал вопрос, а что будет зимой, снова будете жаловаться, что волк выйдет на лыжную базу, как в том году. Он сказал, ну ничего страшного. Как угодить в этой ситуации всем, чтобы и волки были сыты, и люди с собаками целы? Вопрос непростой. Да только пускать эту ситуацию на самотек нельзя. Это понимают все. Пока у охотников есть лишь один вариант решения проблемы. Мы постараемся его, конечно, очень постараемся его усыпить снотворным, вывести в дикую среду, ну, чтобы он продолжил свое существование. Сейчас ведутся переговоры с обществом «Друг». У них есть на сегодняшний день приобретено ружье для стрельбы с снотворными препаратами. К реализации мероприятий по отлову волка охотники планируют приступить уже в ближайшие дни. А пока хищник на свободе, жителей просят со всей серьезностью отнестись к происходящему. Не подходить близко к лесной зоне, особенно в вечернее время. Не отпускать собак на свободный выгул. И ни в коем случае не приближаться к дикому животному, если он оказался поблизости. Дмитрий Осташкин, Наталья Луначева, Никита Игнатьев. Наши новости.